Планета Венера настоящая бунтарка. Она предпочитает вращаться против часовой стрелки. С вами профессор Гуглов. И прежде чем мы начнем, я попрошу вас подписаться прямо сейчас на свой второй канал, который называется Ренат Гуглов. На нем вы найдете много всего интересного. Просто зайди и подпишись. Ссылка в описании. А вот теперь мы с вами действительно начинаем. Поехали! А помните, в прошлом видео я объявил маленький конкурс? Так вот, самым внимательным был вот этот подписчик. Я поздравляю тебя! Именно он самым первым и нашел три эти лампочки. Друзья, а кто из вас умеет играть на гитаре? А кто бы хотел научиться играть? Если у тебя есть такое желание, то переходи по ссылке в описании, и ты научишься играть свою первую мелодию всего за один день. На канале Гитара это просто очень интересные и быстрые уроки игры на гитаре. И не просто уроки, а обучение всяким фишкам на гитаре. В общем, что я тут рассказываю, сам переходи и посмотри. Ссылка в описании. Когда вы едете за границу и храбро пробуете местную кухню в традиционной обстановке, то вы можете заметить, что манеры за столом в некоторых странах отличаются от манер, принятых у вас на родине. Но кто бы мог подумать, что просьба передать перец и соль может быть невежливой? Хотите узнать об этом и других 15 неожиданных правил этикетов со всего мира? Тогда садитесь поудобнее. Мы начинаем! Удивительно, но факт! В Нигерии маленьким детям не жарят яичницу, так как считается, что если кормить их яйцами, они начнут воровать. На Ямайке малышам не дают курятину, пока дети не научатся говорить. Считается, что из-за мяса кур ребенок может так и не заговорить. Во Франции не принято быстро есть. Таких людей французы не одобряют, ведь сами они привыкли наслаждаться едой, каждым ее кусочком. Может быть, поэтому там такие маленькие порции, как вы думаете? В Корее не принято приступать к трапезе раньше, чем ее начнет самый старший из сидящих за столом. Даже если вы очень голодны, не игнорируйте это правило, иначе рискуете остаться и вовсе без ужина. Не пользуйтесь вилками в Таиланде. Не то, чтобы здесь не слышали про вилки и ложки. Просто в этой стране вы не можете есть еду с вилки. Сейчас я вам все объясню. В Таиланде брать еду с помощью вилки считается дурным тоном. Но при этом можно накладывать еду вилкой на ложку. А если вы так и не научились пользоваться палочками, то лучше забудьте про них. Когда вы будете есть в Таиланде рис, то его по традиции подадут вам на тарелки вместе с ложкой. В Китае не нужно подчищать свою тарелку. Какой самый лучший способ показать повару, что вам понравилось то, что он приготовил? Съесть все до последней крошки или попросить еще добавки. Однако, если вы окажетесь в Китае, то здесь съесть все, что будет у вас на тарелке, будет очень невежливо. Дело в том, что в этой стране пустая тарелка говорит о том, что гостю дали мало еды, и он все еще голоден. Поэтому, если вы хотите сделать приятное повару или хозяину, оставьте на тарелке немного еды. Да, и кстати, отрыжка за столом в Китае не рассматривается как что-то неприличное. Наоборот, это отличный способ показать, что вам нравится еда. Еще один интересный факт. В Китае не принято резать длинную лапшу во время еды. Лапша у китайцев образ долголетия, поэтому, разрезая ее, вы укорачиваете себе жизнь. В Эфиопии будьте готовы поделиться вашей тарелкой. В Эфиопии принято есть с одной большой сервировочной тарелки, которая стоит в центре стола. Есть с отдельной тарелкой для местных жителей выглядит странно и расточительно. Помните, берите только с части тарелки, которая находится ближе к вам. Брать еду с дальних от вас частей тарелки считается неприличным. И дождитесь конца трапезы, когда вам подадут мясные блюда, которые в этой стране принято есть в последнюю очередь. В Италии вы оскорбите повара, если попросите дополнительного сыра. Многие считают, что чем больше сыра в макаронах или пицце, тем лучше. И хотя итальянцы сыр тоже любят, здесь считается невежливым просить добавку сыра. Это может оскорбить человека, который приготовил это блюдо. Он может решить, что вам не понравилось, как он его сделал. И приготовьтесь к тому, что добавление пармезана в пиццу считается в Италии очень странным. Просто здесь с этим видом сыра подаются только некоторые виды пасты. Не просите соли и перца в Португалии. Так же, как и в Италии, не нужно просить дополнительного сыра. В Португалии не просите соли и перца. Просто забудьте об этой фразе, ведь так же, как и итальянцы, повар может обидеться, услышав эту просьбу, потому что решит, что вы хотите исправить блюдо, которое он вам приготовил. Будьте осторожны с палочками в Японии. Давайте представим, что вы ужинаете в Японии. В этом случае палочки будут вам очень полезны. Но если вы воткнете их в чашу с рисом, то на вас очень удивленно посмотрят. Потому что в стране восходящего солнца не стоит держать палочки вертикально. Согласно традиции, люди ставят палочки вертикально только на похоронах. А если вы сделаете это в ресторане, то можете обидеть его владельца. Поэтому, чтобы избежать неловких ситуаций, кладите палочки параллельно краю стола, перед собой. А еще в Японии никогда не оставляют чаевых. Если вы хотите поблагодарить официанта таким образом, он просто вас не поймет. Не, я чаевых не даю. Не даешь? Не считаю нужным. Лучшее, что вы можете сделать, передать ему небольшой подарок или же деньги в конверте. Не трогайте еду левой рукой на Ближнем Востоке. На Ближнем Востоке, в Индии и некоторых африканских странах левая рука используется для подтирания в туалете. А в Южной Индии левой рукой вообще нельзя прикасаться к еде. Здесь она считается слишком грязной для этого. Поэтому, если вы окажетесь в одном из этих уголков мира, не забывайте пользоваться правой рукой, чтобы брать еду или здороваться. Но что вам делать, если вы левша? Вообще ничего не есть? Разумеется, нет. Вы можете есть левой рукой, только в этом случае пользуйтесь только ей. Не пейте вино маленькими глотками в Грузии. Это правило продиктовано искусством произносить тосты, к которому в Грузии относятся очень серьезно. Молодец. Так. Слушай другой тост. Так. Только когда кто-нибудь за столом закончит свою красивую длинную сердечную историю о том, что он желает всем присутствующим здоровья и любви, вы можете выпить свое вино. Причем нужно выпить весь бокал сразу. Не наливайте себе сами алкоголь в Японии. Если, будучи в Японии, вы окажетесь на вечеринке, где подают алкоголь, не наливайте сами себе вина. Вы можете налить напиток только сидящему рядом с вами человеку, а он, в ответ, сделает то же самое. Но если вы не хотите ждать, когда ваш сосед решится вам налить напиток, а сделаете это сами, то будьте готовы получить в ответ неодобрительные взгляды окружающих. В Италии пейте капучино только до обеда. Солнечным днем вы сидите в Риме за столиком в кафе. Вы заказываете себе капучино и маленький десерт. И вдруг замечаете, что на вас странно смотрят. Дело в том, что хотя итальянцы пьют капучино, он считается утренним напитком. Но если вы пьете кофе с молоком и пенкой днем, это может плохо сказаться на работе вашего желудка. Ну, так, по крайней мере, считают местные жители. Нет, если вы закажете капучино днем, это никого не обидит, и никто вам и слова не скажет, но все сразу же поймут, что вы турист. Так что, если вы не хотите выделяться, вот вам мой совет. После 12 часов дня берите экспрессо. В Казахстане желанным гостям наливают неполные кружки чая. Чайные традиции обычно ассоциируются у нас с Англией и английским чайным этикетом. Но оказывается, любителей чая можно встретить и в Казахстане. И в этой стране есть свои правила этикета, связанные с этим напитком. Если вы посетите чей-то дом или офис компании, вам предложат неполную чашку чая. Нет, это не значит, что вам пожадничали налить полную чашку. Это говорит о том, что люди, к которым вы пришли в гости, не хотят, чтобы вы покидали их. Так хозяева растягивают приятное общение, понемногу доливая горячий напиток своим собеседникам. А вот если вам налили полную чашку, то это намек, что вы засиделись и вам пора домой. В Китае чистый чайник – это чайник без души. Если вы посетите чайную церемонию в Китае и после нее предложите свою помощь в уборке посуды со стола, даже не думайте мыть чайник. Китайцы не моют чайники, особенно глиняные. Моющими средствами. Их промывают водой или протирают песком, а затем оставляют высохнуть. Просто налет, который возникает на чайнике и несет его аромат и цвет, и дает чайнику его душу, которую запрещено убивать чистящими средствами. На этом все, друзья. Какая же из этих традиций шокировала вас больше всего? А какие правила этикета приняты в вашей стране? Напишите свои ответы в комментариях. Друзья, ну а теперь небольшой конкурс. В этом видео я спрятал три лампочки. Если вы их найдете и напишите время в комментариях, ну когда они появляются, естественно, то я упомяну ваше имя в следующем видео. На этом все, друзья. С вами был профессор Гуглов. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте это видео, а также прямо сейчас я вас попрошу подписаться на свой второй канал, который называется Ренат Гуглов. На нем много всего интересного. Я там рассказываю о всяких новостях в мире интернета и не только. Подпишись, нажми на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. Следующее видео на этом канале уже завтра. Пока!